МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги не должно повлиять на их качество. Такое заявление сделал Аким Североказахстанской области Кумар Аксакалов. Такое заявление он сделал в ходе посещения крупнейшего в стране предприятия по обеспечению населения тепловой и электрической энергией. Работа в турбинном цехе ТЭЦ-2 Петропавловска буквально в смысле кипит. Отсюда подается тепло в дома областного центра и восьми районов области. Бесперебойное производство теплоэнергоцентрали обеспечивает 12 котлов и 7 турбогенераторов. Установленная мощность станции на 1 января 541 мегаватт по электроэнергии и 713 гигакалорий по теплу. Предприятие запущено в эксплуатацию в 1961 году. С 2009 года ТЭЦ участвует в инвестиционной программе, благодаря которой удалось провести модернизацию действующего оборудования. За время предельных тарифов мы заменили 4 котла, это 6, 7, 8, 12 и 3 турбины, 1 и 4 миллиарда. Из них потратили на это 45 миллиардов, из них 30 миллиардов это предельные тарифы, на 100 миллиардов, 15 миллиардов, займы, аппликационные займы и ипотечные. Соответственно, значит, должно увеличиться, производить 2 на 4 конец. Замена котлов и турбин позволила увеличить мощность на 150 мегаватт, уменьшить износ с 80% до 60%. Значительно сократятся выбросы в атмосферу, отметил директор ТЭЦ. Основной вид топлива на предприятии – углейки Бастузского бассейна марки КСН. Сколько процентов мы продаем? Ну, продаем примерно даже 40 на 60. 60 за пределы области, 40 остается у нас в области. Ну, это что там, Южноуральские железные дороги, все. То есть у нас, значит, еще большой запас, значит, для того, чтобы открывать новые производства. Посетил глава региона и контактный центр ТЭО «Севкас Энергосбыт». Предприятие теперь занимается составлением единого платежного документа. Аппоненты получают счета квитанции с подробной расшифровкой начисления по каждому виду услуг – от энергоснабжения до услуги по вывозу твердых бытовых отходов. 55% пользователей оплачивают счета в личном кабинете на сайте компании, через терминалы или банки. Остальные же 45% оплаты вносят наличными. Однако, как отметил Кумар Аксакалов, первостепенная задача – обеспечить качество обслуживания. Наша задача, чтобы вместе со снижением тарифов, это не привело к снижению качества работы. Вот это, значит, наша задача – смотреть городских властей, соответствующих управлений, контролирующих органов, чтобы у нас ни в коем случае не повлекло ухудшение качества предоставляемых услуг. Вот в результате проведенной работы мы сегодня видим, что в эту зиму мы уже лучше зашли в районе Береке. До зимы мы успели подключить туда магистральные трубопроводы, новую магистраль по теплу, и там существенно тепло уже изменилось. Мы видим изменения, улучшения в районе ЖД вокзала, в районе рабочего поселка. Сегодня тоже эти проблемы решены по теплу. На сегодняшний день Севказнерго обеспечивает генерацию, транспортировку и сбыт тепла и электроэнергии в регионе. Электричество получает 580 тысяч североказахстанцев, а 206 тысяч жителей областного центра – еще и тепло. Этот год встретил автолюбителей хорошими новостями. Бензин самых ходовых марок АИ-92 и АИ-96 подешевел. В последние две недели ценники на автозаправочных станциях удивляют водителей непривычно низкими ценами. Сегодня несложно найти заправку, где стоимость бензина АИ-92 меньше 150 тенге. Как говорят специалисты, решающим фактором этого новогоднего чуда стало окончание модернизации казахстанских нефтеперегонных заводов. В прошлые годы, начиная уже с мая месяца, все потребности Казахстана, республики, нашей республики, нужно обеспечить полностью. Также повлияла модернизация нашего чемпионского завода после окончания модернизации. И на сегодняшний день, как вы сами видите, во всех регионах нашей страны, в том числе в нашем регионе, в нашем городе Чемкенте и Турксанском, цены намного снизились. На снижение стоимости ГСМ повлияло и уменьшение потребления горючего в зимнее время. Востребованность снизилась на 30%. Как результат, на нефтеперегонных заводах образовался профицит бензина, и руководители Министерства энергетики вынуждены директивно ограничивать выпуск горючего. Уже на шемкентском НПЗ возникла угроза затоваривания. И в стране, в целом, есть риск заполнения всех резервуаров. Поэтому мы снизим загрузку нефтеперерабатывающих заводов. Хочу напомнить, что сегодня цены на бензин не регулируются. В ближайшее время, в целом, стоимость не будет повышаться. Будет находиться на уровне примерно 150 тенге за литр. Сложившаяся на рынке ГСМ ситуация вполне устраивает водителей, чьи автомашины работают на бензине. Впервые за долгие годы можно не рассчитывать километраж от заправки до заправки. Еще вчера здесь на заправке бензин был по 150 тенге, сейчас 149, уже упал на 1 тенге. А в Алмате вообще уже есть по 147 тенге. Хорошо, если и у нас так упадет. А сейчас вообще цена вполне приемлемая. Но у тех горожан, кто заправляется соляркой, энтузиазма гораздо меньше. Цена на дистопливо подбирается к 190 тенге за литр. И водители продолжают ностальгировать по доперестроечным временам. Раньше, в советское время, таких цен на дистопливо не было. Солярка стоила копейки, а сейчас она стоит дороже бензина. Надо, чтобы и на дистопливо цены снизились. Но, судя по всему, снижение цены на солярку пока ожидать не стоит. Этот вид топлива выпускается в меньшем объеме и очень востребован на рынке. Сейчас в стране наблюдается переизбыток бензина, и отечественные заводы немного сбавили темп работы. Руководители Министерства энергетики заявляют, что стоимость бензина в стране не регулируется, и в ближайшее время повышения цен ожидать не стоит. К тому же, недавно Минэнерго ввело запрет на ввоз российского бензина в Казахстан сроком на три месяца, что также исключает влияние экспорта на ценообразование ГСМ. Актюбинские медики устроили лыжный забег под девизом «За здоровый образ жизни». Спортивное состязание приурочили к предстоящему празднованию в 150-летие Ахтубе. Бодрое зимнее утро, легкий морозец, снежок. Идеальная погода для того, чтобы получить заряд бодрости на лыжной трассе. Сегодня в качестве спортсменов-лыжников – медицинские работники городских лечебных и амбулаторных учреждений. К участию в массовом забеге призвали руководители облздрава и Центра здорового образа жизни. Сегодня соревнования проходят среди женщин и мужчин. Участвуют все лечебные профилактические организации города. Будут сегодня соревноваться 98 человек. Из них мужчины будут бежать на тысячи метров, женщины – на 500. Условия на базе отличные, лыжня идеальная. Поэтому с удовольствием по трассе прокатились даже те, кто впервые встал на лыжи. К тому же подстегивал дух соперничества. Поддержали участников забега и воспитанники спортшколы по зимним видам спорта. Соревнования прошли легко на одном дыхании. Участники личным примером убедили аксюбинцев в пользе физической активности на свежем воздухе. По мнению экспертов ВОЗ, ее недостаток приводит к целому ряду серьезных заболеваний. Ну а по итогам забега победители получили заслуженные награды. В конце концовки у нас, конечно, это мероприятие проводится совместно с правкомом СИН. Всех победителей ждет награждения, призы, цены и грамоты. В Караганде стартовал республиканский турнир по рукопашному бою. В нем приняли участие 9 команд из 4 областей. Олжас Жумабаев служит в войсковой части 35-17 уже 12-й год. Для участия в турнире он приехал из города Степногорск. Участие в данных соревнованиях для Олжаса стало доброй традицией. В прошлом году он стал золотым призером. Олжас намерен и сейчас не упустить победу. К нынешнему турниру он тщательно готовился в течение двух месяцев. От боя жду. Только мне главное терпение, чтобы вытерпеть все, что соперник мне покажет. А так, главное ум, здесь нужен холодный разум, ум должен быть. А физические данные, это все сделали мы на этих, на тренировках, то, что мы готовились, нам время давали, физическая подготовка. В региональном командовании Орталык данный турнир проводится 17-й раз. В этом году в нем приняли участие 9 команд из Караганды, Астаны, Костаная, Петропавловска и Кукчетау. Спортсмены выступают в 9 весовых категориях от 55 до свыше 90 килограммов. По словам организаторов, эти соревнования являются отборочными для участия в Спартакеаде национальной гвардии. Все команды, я думаю, подготовились, потому что первый этап проводили они в воинских частях, отобрали команды. Как сказать, для защитника нашего отечества, родины должны быть всегда готовы. Президент нашей Ельбасы сказал, нация должна быть здоровой, заниматься спортом. Поэтому мы, поддерживая все наши программы президента, проводим такие соревнования. Соревнования продолжатся до 26 января. В течение четырех дней свыше 100 атлетов будут выходить на татами для того, чтобы помериться с силами и показать свое мастерство по рукопашному бою. Лучшие из лучших будут награждены ценными призами и кубками. Продолжение следует...